Эп, всем привет! Кто скучал, кто не скучал, всем привет! Да, вышло наконец-то новое обновление Души Пробуждения. Ну а как вы видите, пока здесь китайцы с ажиками строили эту кузню, они разъебали вот эту пеперечницу, которая обычно была посередине между кузницей и ничем. Обычно зимой здесь катался Каэль, и чтобы он не упал рожей куда-то до всего этого, и поставили, чтобы он хотя бы немножко держался. Но кто, наверное, не играл зимой, тот и не поймет. Здесь зимой обычно есть каток. И пока они строили вот этот кусок говна, они, как видно, все раскидали и даже с собой не убрали. Но, чтобы не тратить ваше время, я расскажу, что я знаю про эту кузню, а точнее, я нихера про нее не знаю, я только знаю, что надо открывать вот эти камни. Эм, хэм. А-а-а. Ну, в принципе, да. Кстати, цвет красно-пурпурный мне нравится. Синий, значит, точно мне это не нужно. А там еще один камень. Я не знаю, что меня ждет, что будет здесь. Может быть, что-то появится, или... Хэ, ордынец, я его даже не качаю. Вот. Был самый прикол, что до того, как появилось это обновление, сначала мне появилось сообщение, что сервер может быть временно недоступен. Но потом через какое-то время я зашел, и эта кузня была как бы... Она стояла, но она была неактивна, она как бы была закрыта. И в итоге... В итоге я увидел, что они обосрали все. Все засрали. Все выкинули. И я не знаю, что будет на Новый год. У меня есть один вот этот. Я его открываю. И не знаю, какое говно у меня здесь выпадет. Но, в принципе, синий, да? Фиолетовый. О, феньши. Браток, вот тебя будем качать. Я просто думал, качать его, либо его не качать. В принципе, если его прокачать, то на рыцаря подорожника он, в принципе, пойдет нормально. Но, тем не менее, теперь у меня есть стимул качать эту небритую жопу. И больше я нихера не знаю, потому что нихера еще не испробовал. Я ждал вас, чтобы, как бы, показать вам. И в итоге, пока не забыл, где эта хуйня. Да, вот здесь я продвинулся, конечно, почти до четвертого уровня. Кстати, тащит мой скелет очень сильно. Очень сильно тащит. Потому что здесь они почти все сдохли. Но все равно остаток затащил. Здесь уже на втором уровне, как бы, скелет сказал. Ладно, я потащу. На третьем уровне он меня уже послал. Как бы, и все равно у него не было выбора. Потому что он остался один. А благодаря пассивке, что, как бы, последний остается персонаж, значит, он не является Рэмбо. А раз их было пятеро, то, как бы, силу четырех он впитал. Он стал сильнее. И в итоге он затащил. Если вы хотите посмотреть, как я пройду четвертый уровень, а я его скоро пройду и даже сниму видео, пишите комменты, ставьте лайки. И не забывайте, что теперь я буду стараться делать видео каждый день. Потому что на моем канале, на странице, было голосование. Хотели ли вы каждый день видеть мое видео по игре Рэйд? И оно лидирует. Так что, скорее всего, каждый день будет новое видео по нашей прекрасной рубрике. Так что не забывайте ставить лайки. И сегодня, может быть, даже я еще выпущу еще одно видео. Потому что, может быть, я найду еще что-нибудь, кроме вот этой разъебанной брусчатки. Так что, наслаждайтесь. Да, и напишите, нужно ли мне сменить музыку, либо оставить ее такую же.